Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале Восаду Левогороди. И сегодня я вам хочу предложить очень простой рецепт. Ленивые селёдки под шубой. Но готовить буду сегодня его не я, а повар из Лига Клуб Сергей. Он уже ранее готовил салат, и вы уже с ним заочно все знакомы. Поэтому он любезно согласился нам показать вот этот новый рецепт. Кстати, мне он очень понравился. Простой, всё делается очень легко, быстро и, самое главное, необычно и неизбито. Лига Клуб – это пансионат. Пансионат для отдыха, где очень хорошо отдыхать с детками. Там спокойная и уютная обстановка, поэтому очень хорошо отдыхать и набираться сил. Ранее у нас был розыгрыш путёвки от Лига Клуб. Ну что ж, победитель найден. Победительница очень счастлива. Конечно, ей не верится, что она является победительницей, но это так. Но если кто не победил в этом конкурсе, вы не отчаиваетесь и не расстраивайтесь. Заходите на сайт Лига Клуб. Там сейчас как раз уже идёт бронирование путёвок. И вы можете себе забронировать путёвку для отдыха. Ссылочку на сайт я оставлю под этим роликом. Добрый день, зрители канала «Посаду Левогороди». Меня зовут Сергей. Сегодня я хотел бы вам представить рецепт салата «Ленивая селёнка башубы». В состав салата входит 5 отваренных яиц, 1 отваренный картофель, 2 столовые ложки майонеза, 1 отваренная свёкла, 1 селить малосолёная, 2 отваренные моркови, зелень петрушка. Данное количество ингредиентов рассчитано на 3-4 порции. Если же вы хотите делать больше, то, соответственно, нужно взять больше ингредиентов. Итак, начнём наше приготовление. Сперва мы возьмём яйца и разрежем их пополам. Далее мы отделим белок от желтка. Далее мы белок откладываем, а желток натираем на крупной тёрке. После того, как мы натерли желтки, отправляем их в общую тару. Далее приступим к натиранию картофеля. Затем после натирания картофеля отправляем его к яйцу. Далее натираем морковь. После натирания моркови я отправляю её в тару. Но я натер одну морковь. Если вы любите морковь, можете натереть обе две. Далее мы нарежем селить на порционные куски. Их должно быть 10. Нарезаем мы селить на 10 порционных кусков, так как у нас получилось 10 половинок яиц. Далее мы натрем свеклу, как и предыдущие ингредиенты. Далее добавляем натертую свеклу в фарш. Далее добавляем 2 столовые ложки майонета в наш фарш. И замешиваем наш фарш. Далее фаршируем яйца фарша. Яйца мы нафаршировали. Фарш у нас остался, но не переживайте. Можно отварить яиц и сделать ещё большее количество порций. Далее мы выкладываем заранее нарезанную селить на фаршированные яйца. Далее украшаем наши нафаршированные яйца с селенью, зеленью. Надеюсь, вам понравился рецепт приготовления денивой селёдки под шубу. Приезжайте к нам в гости, в пансионат Лига Клуб. И я с радостью поделюсь с вами другими рецептами вкусных блюд. Дорогие зрители канала, вас вдоль в обороне. Хотел бы вас поздравить с наступающим Новым Годом. Ну и что, как повар, я могу пожелать на наступающем году. Кушайте много, кушайте вкусно. Надеюсь, что вам очень понравился рецепт селёдки под шубой. Ленивые селёдки под шубой. Я вас всех поздравляю с наступающим Новым Годом. А с вами была Юлия Меняева на канале Восаду Левогороди. Пока!